Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2666. Тема «Старообрядцы». Многое ли приходится менять в своей жизни в быту человеку, возвратившемуся к вере отцов, пришедшему в Старообрядческую церковь? Ответ Старообрядческого митрополита Андриана. Смотря откуда возвращается сей блудный сын, как далеко он зашел в дальней стране. Возможно, он жил пусть в иной, но в христианской среде, даже считал себя православным, носил бороду и подобающую скромную одежду, с почтением относился к священному писанию и соблюдал заповеди. Для такого человека нетрудно будет настроить себя на новый духовный уровень, ужесточить пост, усугубить молитвенное правило. Другое дело, если блудный сын давным-давно оторвался от своих корней, забыл свое духовное родство, ему придется измениться и внешне принять благообразный вид, скромный и приличествующий Старообрядцу. Следующий шаг – сокращение времени на развлечения, на просмотр телевизора. Но тут надо заметить, что мы не призываем вовсе отказываться от достижений современной техники. Пользоваться автомобилем, компьютером, сотовым телефоном можно, но следует соблюдать при этом предосторожность, чтобы вещи не завладели нами. Благоданную жизнь нельзя превращать в погоню за удобствами жизни. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Не просто от научения и даже из Библии человек будет хорошим. Рождение свыше произойдет только тогда, когда он лично сам примет Христа и возродится от Духа Святого. Речь вовсе не о крещении, хотя бы и с троекратным полным погружением, а о признании себя погибшим грешником и о принятии спасителем только Христа, пролившего именно за меня свою причистую кровь. Римлянам 6.12. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Иоанна 8.34.36. И Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Преступно не ценить покоя и тишину, при чтении писания и искренней молитве, среди зимы войти в рассветшую весну, перевернуть листок в зеленый клейкий листик. Так мысль, не повредившись суетой, не перегруженная тяжкою заботой, ласкается к писанию о листве густой, а днем не ухватить и части сотой. С Давидом вместе город обхожу, и нашу деревеньку, что проснулась, Молитвенно к груди друзей прижму, перепроверю, как они обулись. Мне до всего есть дело по утрам, стоящему пред Богом неподвижно, как будто нет меня, огнями светит храм, со мною рядом самый дальний, ближний. Поклонами беззвучно отбиваю, прошения, мольбы, недоумения. В прощении врагов иду до края, и не жалею собственных коленей. Проверю, не ошибся ли хоть словом, и подпись авизирует «Аминь». Уверен, враг уже в постели словом, и простынь белая. Флаг выброшен над ним. Люблю предутренние тайные мольбы, свободные от передряг вчерашних. Сил выпросить, дабы врагов любить. О чем ли с час назад подумать было страшно? Хотя там дождь остатком моросил, и хмарь слезила за закрытой шторкой. В болоте изворги, и к ним мощу на стил. В блокадном городе делюсь последней коркой. Поклон земной, стою в умиротворенье. Еще минуты вслушиваюсь нежно. Что скажет Дух Святой, вставать не лень мне, молитва утренняя, вот наш главный стержень. 1 апреля 2005 года, Игнатий Лапкин. Продолжение следует. Продолжение следует...